Христос воскрес! Сегодня у нас 8 апреля, воскресенье 2018 года, вечер, время без 20.12. У нас была в предыдущую ночная служба, вместе собирались с братьями и сестрами в храме, славили его после Великого Поста за его чудное воскресенье. И у меня родилась небольшая тема, которую я давно вынашиваю в себе, в разуме, в сердце, прислушиваюсь, что Господь хочет мне сказать. И у меня есть дневники мои, которые я заполняю педагогически. Вот такой дневник у меня первый. И одно из так называемых стихотворений. Почему так называемые? Потому что стихотворения у меня очень такие, они нескладные. Но они выражают то, что у меня на сердце, на душе. То есть как-то то, что Господь мне касался и старался как-то это выложить именно письменно. Христос воскрес, воистину воскрес, сказала душа, ликующее прозрение, рыдая в покаянии, увидев свет, надежды луч, рассеяв мурак пустоту в этой жизни. Быв прежде скован грехом смерти, мучим неизвестностью путей своих, я ждал его, который разорвал бы мои узы, сковавший меня двадцать шесть лет. Увидев свет, надежды луч, рыдая в покаянии, Душа сказала, ликующее счастье. Христос воскрес и совоскресил меня мертвого, потеряв надежду в жизни этой. И вот мне еще пришли места писания. Тема такая небольшая, а голос. То есть чем мы слышим голос? Если ты верующий во Христа, ты услышал голос неба, а этот голос неба ты услышишь только голос Божий через Его Святое Слово, через Святую Библию. И читаем Ивангелие от Иоанна, 10 глава, 27 стих. Господь говорит, Иисус Христос, Овцы мои, слушаются голоса моего, и я знаю их, и они идут за мною. Иисус Христос, слушаются, а когда мы слышим голос Божий? Когда читаем Слово Господне. И также еще прочитаю Ивангелие от Иоанна, 3 глава, 8 стих. Господь также говорит, Дух дышит, где хочет, и голос его слышишь, а не знаешь, откуда приходит и куда уходит. Так бывает со всяким рожденным от Духа, Духа с большой буквы, от Духа Святого, значит. И вот этот голос, а вернее сказать, еще бывает, мы читаем книги какие-то, слушаем песни. И этот мы отголосок этого голоса, святого, именно голоса Божия, мы слышим в других произведениях. Например, стихотворения божественные, кто писали писатели, или поэты, или какие-либо. И один из них, который любимый мною, это Нацан Семен Яковлевич. У него очень такие святых творения тоже. Видно, что человек, который в Слово Божие вникал, читал его, которого точно так же, как и у меня, отлагалось в сердце Слово Божие. Христос, где ты, Христос, сияющий лучами, бессмертной истины, свободой и любви? Взгляни, твой храм опять пороган торгашами, и меч, что ты принес, запятнан весь руками, повидными в страдательской крови. Взгляни, кто учит мир тому, чему когда-то, и ты учил его под тяжестью креста. Как ярко их клеймо, порог и разврата, Какие лживые, застрадавшие у брата, Какие гнойные, открылись у уста. О, если б только зло, Нарваться всей душою, Рассеет это зло, Трудиться для людей, И горько сознавать, Что об руку с тобою Кричит об истине, Ломаясь пред толпою, Прикрытой маскою продажный фарисей. Вот, еще у него тоже есть стихотворение. Я не тому молюсь, Кого едва дерзает, Назвать душа моя, Смущаясь и девясь, И перед кем и ум Бессильно замолкает, Безумной гордости постичь его стремясь. Я не тому молюсь, Я не тому молюсь, Причьими алтарями Народ простерт и ниц, Смиренья лежит, И льется фимиам Душистыми волнами, И зыблются огни, И пение звучит. Я не тому молюсь, Кто окружен толпами, Священным трепетом Исполненных духов, И чей незримый трон За яркими звездами Царит над безднами Разбросанных миров. Нет, Перед ним я нем, Глубокое сознание Моей ничтожности Смыкает мне уста, Меня влечет к себе Иное обаяние, Не власти царственной, Но пытки и креста. Мой Бог, Бог страждущих, Бог обогренный кровью, Бог человек И брат с небесной душой, И перед страданием, И чистой любою Склоняюсь я С моей горячей молебой. Кто это пережил, Встреча со Христом, В молитве к Нему, Припадая на коленях, В каких-либо скорбях, Ну или вообще в радости, То есть этот, Он поймет, О чем писал Семен Яковлевич, Нацин. Также у него есть Целая поэма, Она называется Иуда. Я ее все не заучивал, У меня на это Дерзновения просто не хватает Такого, Ну и вера даже, Что Господь поможет Мне полностью заучить. Ну, часть из них Я немножко заучил, С самого начала такое. Называется Иуда. Христос молился Под кровавый, С щела поникшего Бежал, За рот людской, За рот люкавый, Христос моленья Воссылал. Огонь Святого вдохновения Сверкал в чертах Его лица, И он с улыбки Сожаления Сносил последние Мучения И боль Тернового венца. Вокруг креста Толпа стояла, И грубый смех Звучал порой. Слепая черни Понимала, Кого насмешливо Пятнала Своей бессильной Враждой. Что сделал он, За что На муку Он укружен, Он осужден Толпой, И за что На муку Он осужден Как раб, Как тать, И кто дерзнул Безумно руку На Бога своего Поднять. Он в мир вошел Святой любовью Учил, Молился И страдал, И мир Его невинной кровью Себя навеки Запятнал. Свершилось. А дальше идет Повествование. Семен Якович Натсон, Живший 24 года Всего. То есть Мы должны Прислушиваться И все, Что полезно Брать Отовсюду Заучивать Ну и делиться С каждым Другими людьми Чтоб Та же Их Побудить К этому Чтоб Они Та же Следовали За Господом Слышали Голос Его И призывали Других К этому Через Благовестие Через проповедование Вечного Евангелия Людям Сидящим В тьме Слава Нашему Господу Иисусу Христу Во веки Аминь Слышали Эта Эта